здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая скажите опять она в этом костюме мой любимый костюм видели у меня еще есть такой беленький ну коли у меня его увез в город мне надо было его здесь оставить здесь бы я постирала бы его хозяйственному он хочет чистенький но все равно свежать надо кстати стираются вообще прекрасно намыливаешь именно хозяйственным мылом потому что если у тебя и останется чуть-чуть этого было до белье ничего страшного очень люблю им стирать этот кстати тоже стираю хозяйственным мылом поэтому я снова в нем я его свяжем и просушила сохнет прекрасно поэтому вот мне здесь вот так нравится ходить я и по даче так хожу если я что-то там делаю конечно я переодеваюсь а так если прогуляться я все вот в этом костюме вышиваю здесь по круге вот такие вот дела и беленький еще коля привезет поэтому вы не думайте что я тут хожу все в одном и том же халате хотела одеть но я очень часто выхожу на улицу комары ну ладно в общем то отчиталась перед вами и у меня садится телефон я сейчас знаете что сделаю я сейчас его как-нибудь сделаю сооружение чтобы мне его подзарядить так мне наверно что-то такое подставить очень быстро садится друзья очень быстро прям моментом я наверное сделаю сейчас табуретку как нибудь я придумаю и к вам подключусь так мы вроде все в общем стоит табуретка на табуретке вы бы видели шнур то маленький я купила фикс прайсе не длинную зарядку да вот как бы она была бы родная а такая коротенькая подключила пауэрбанку ну чтобы пауэрбанку о своих делах я буду рассказывать потом что я поделала а сейчас снова поговорим снова я за столом может и нужно было походить погулять но комары зажрут в общем друзья закончили мы закончила я вам рассказывать про события вернее то что случилось ночью что последовало потом и почему я говорю да все что не делается все к лучшему какие-то события в общем то событий таких вроде бы не происходило я ходила в школу я не помню мама тогда работала или нет ну да она работала и она работала она тогда сменила место работы и работала в гпту у нас было гпту в пениге и она ушла работать секретарше наработала до этого в больнице поваром я вам рассказывала что она и работала поваром в детских садах в одном детском саду я даже вам как-то показывала это детский начиная вспоминать начинаю волноваться и у меня перехватывает дыхание я вам скажу что жизнь моя изменилась к лучшему я поняла что человек который находился рядом с нами теперь уже будет не с нами теперь он будет жить в другом месте конечно же он ушел жить к своему брату мы я вам показывала да в доме в котором он сейчас живет это был это был по моему его отчий дом дом этот я не знаю даже какого года но вот сколько я была маленькая я его помню я не застала родителей своего отца потому что там уже жила тетя ира с мужем там уже была марина с игорем они тоже тогда еще были подростками и и там жила уже мама тетя иры но по-моему это был дом родной дома его там он жил во второй половине дома он конечно ходил что туда его сын как бы на меня ему было все равно а тут гошенька а что он любил безумно и что отдавай мне сына у них тут были еще по поводу этого какие-то разборки но раньше вообще не было такого чтобы взять и отсудить например да у матери ребенка но как-то это это сейчас все широко известно как это сделать разные всякие адвокаты привлекаются опеки соц опеки раньше же этого не было раньше все решалось полюбовно но был впоследствии уже потом когда был официальный развод и по-моему он возил даже гошу на развод это я не могу сказать точно об этом не рассказывала потом бабушка что мать развелась с отцом и отец привозил гошу спросить с кем он останется но про меня вообще здесь речи не было потому что я была всегда отрезаны ломоть как бы да в этой семье я была ребенок который и там и там жил поэтому меня никто и не спрашивал там само собой разумеющийся и отец меня брать к себе не хотел нафиг я вам была нужна вообще я вам рассказывала про головные боли он даже ни разу не поинтересовался как у меня вообще что у меня с головой как проходили эти болезни да вообще никто не интересовался бабушка наверняка писала матери об этом мать знала что я так понимаю что у нее были эти приступы и она возможно тоже мучилась когда-то этими головными болями они потом у нее тоже были но наверное они были не с такой агрессивностью как у меня потому что действительно это проходило очень болезненно и это было ужасно и такое обследование тоже было только у меня потому что ну во первых медицина уже дошла как бы сторону в лучшую сторону сторону повышения даст медицина узнавала все больше и больше во вторых бабушка просто боялась этих болей поэтому и я сейчас не про головные боли свои игры мы к ним еще вернемся про то как отец в общем-то но ему было все равно то есть когда он ушел мама его не пускала я знаю что он приходил я знаю что стучался но вы знаете был такой человек он все время старался быть хорошим и их развод он конечно же в окружении отца в окружении мама конечно же этот эта ситуация прогремела сильно может быть и самой пениги об этом говорили но он как-то делал так чтобы себя показать с хорошей стороны во первых он был водителем скорой он знал докторов да он ездил с фельдшером у фельдшера он естественно ей рассказывал как это все произошло конечно же в доме там тоже все это обсуждалось обсуждалось это все и у тети иры дома конечно же он все это рассказывал по-своему раз обсуждалась у тети ира значит обсуждалась и в знакомстве в ближнем знакомстве до тети ира у нее было знакомство другое не Как, например, у мамы? У мамы были обычные подружки, обычные штукатуры-малеры, да, с которыми она общалась, либо обычные просто знакомые, там, в том же ПТУ, в ГПТУ она работала, там тоже был круг. То есть он общался в таком кругу, а мама общалась, конечно же, в другом, в более простом. Вот, например, ладно, сейчас я просто не буду перескакивать. Мысли в кучу. Я же не собираюсь, друзья, никогда записывать видео. Я вот села записывать, и у меня эти воспоминания, они, понимаете, вот я начинаю что-то говорить, и у меня вот как будто чик-чик-чик-чик, как птички налетают, и мне хочется все рассказать. Постараюсь постепенно. Она его не впускала. Вот почему я стала говорить. Он боялся устраивать скандалы, он боялся выбивать дверь, он боялся орать на весь подъезд, там, да, нефиг, там, подъезд, четыре квартиры. Просто все кругом друг друга знали. И он был хорошим. Борис Георгиевич всегда был хорошим человеком. Ну и что, что он пьет? А что такого-то? А разве с такой женой ты не запьешь? Она ведь вон какая плохая. Она же вообще, да, я не выгораживаю маму, она тоже поступала плохо. Если, да, вспомнить то, как она вот оставила Гошеньку с ним. Это вообще репутация была ее вообще подорвана тем, что она ребенка бросила, уехала. И это понятно. Я, мне бы вот, да, я вот, например, не понимаю женщин, которые вот так вот бросают своих детей. Я взрослого ребенка оставила на два года учиться уже в СПТУ. Толик уже пошел учиться на водителя уже, да, в СПТУ. И то меня тут загрызли. Как это так она оставила ребенка? Хотя я в этом возрасте также уехала из дома учиться. В общем-то, если бы у меня бы сейчас бы Кирюша бы после... Сейчас они девятый класс заканчивают. Я умышленно сейчас ушла в сторону, да, от этого. Вот Кирилл у меня закончил девять классов. А так он мог бы тоже куда-то поехать учиться. Ему сейчас шестнадцать лет исполнилось. А раньше заканчивали восемь классов. И так же уезжали, да. И он, если бы он решил куда-то поехать, я не могла бы ему препятствовать. Потому что он поехать учиться хотел вот там где-то. Ну, тот же Ярославль возьми, да. Тот же Питер возьми, да. Или еще где-то. Ну, мы в Архангельске, поэтому никуда не едят. А если бы жили в какой-то деревне, я бы что его стала бы держать. Поэтому есть разница, когда мать оставляет ребенка с отцом уже более взрослого, когда он уже вот понимает. Либо совсем маленького, когда ему всего два годика. Это, сами знаете, какая это разница. Поэтому многие из окружения отца, конечно же, маму не понимали. Но были и люди, которые жили так же. И они как будто бы вот входили в ее положение, да. Они, общаясь с ней, может быть. Но она тоже, она же многого не скажет. Она вот такая была не то, чтобы вот гордая, да. Она не то, чтобы заносилась там перед кем-то. Но она могла вот сказать свое твердое какое-то слово, да. И не подходите ко мне, не лезьте ко мне вот с этими советами. Я вот так. Она терпела, терпела. Но она могла вот так вот грозно. И все, к ней не подойдешь. И поэтому ее считали. А ты вот такая, да, ты вот гордишься. Ты идешь такая красивая. Вы понимаете, я вот видела людей, вот когда мы с ней идем по Пинниге, да. А у нее, ей бабушка доставала такие вещи красивые, которых, например, вот. Ну, покупались вещи все в обычных магазинах. Вы помните, как, вот мой возраст, вы помните, как одевались, например, в каких-то поселках труднодоступных. А в Пинниге, естественно, это было труднодоступное такое место, когда завозился товар, я говорила вам, да, самолетами или весной по выгрузке. Это потом уже стали ездить в город и что-то покупать. Конечно же, и вообще был дефицит. И поэтому бабушка ей присылала посылки, какую-то красивую футболочку, например, да, необычную. Если были раньше футболки ХБ, то у нее, например, футболка появилась, я не знаю, как это качество вам сказать, а вот оно с принтом, да, вот футболка появилась такая. Мы сейчас знаем, что такое принт, а раньше, ой, какая у тебя футболка, с какой картинкой, там на всю футболку какая-то вот девушка, да, и рукава другого цвета. И спина у этой футболки, например, такого насыщенного серого цвета с какой-то, с проблеском, с голубым. А здесь вот такая девушка на таком рыжем фоне, красивая, с волосами. И мама идет такая с волосами, я ее как сейчас помню. Она всегда за собой следила. Это я вот с короткой стрижкой, а у нее всегда были волосы длинные. И она всегда была, ну, она бывало, что стриглась, но и стриглась как-то по-особенному. Ну, в общем, я, может быть, ее сейчас, да, из нее делаю такую красавицу, но она для меня всегда была красивой. Я вот, я просто видела, как на нее некоторые женщины смотрят, да, вот в том же магазине. Вот она пришла, да, встала в очередь и там смотрит на нее. Ой, гордая какая, да, ой, гордится она своей красотой. А она не гордилась, она просто была такая. Вот она, например, на бабушку была совсем не похожа. Бабушка была другой внешности, я вам ее тоже показывала. Вот, например, говорили, да, что, ой, Ира, вылитая Галя, я вообще другая. Что-то у меня есть какие-то ее манеры. Или что-то у меня вот есть не общее. Но она была другая, у нее была красота вот какая-то вот завораживающая. Вот правда вам говорю. Не то, что вот я ее дочь, да, я просто вот сейчас даже вот уже взрослым взглядом, женщины 52 года мне скоро будет, да, и вот я вот ее вспоминаю такой. Я фотографии ее смотрю, она другая. Я вам еще раз, кто вот не видел, фотографии покажу. Хотя, кстати, у меня есть плейлист, и вы можете в плейлисте у меня посмотреть. Я показывала там фотографии. И поэтому, вы знаете, когда мама с отцом разошлась, ее не одобрялся. Вот этот круг, в котором крутился отец, да, не одобрял. Во-первых, у нее сразу испортились отношения с тетей Ирой. Это с женой брата моего отца, с дядей Юриной женой. Она ее, знаете, она ее не осуждала как женщину, а испортились отношения только потому, что отец-то ушел жить туда. А там, вот представьте, да, там еще Игорь с Мариной, она с дядей Юрой, там мама ее. Конечно же, они жили в этом доме спокойно, да, отец там со своей семьей, то есть со мной, с моей мамой, с Гошенькой. Мы только приходили, например, в бане помыться. И то мы старались в общую баню ходить, да, но он как бы, он тянулся туда, он тянулся к этому обществу. Ему нравились вот эти вот застолья у тети Иры, какие проходили на праздниках, на больших. Новый год или там, когда 7 ноября, 1 мая. Он всегда туда, знаете, вот я вот помню, как он одевался туда. Всегда белая была рубашечка на нем, красивая. Были запонки, я уже тоже как-то рассказывала. Не просто пуговички, а именно запонки, потому что он хотел выглядеть, он всегда следил за своими волосами. У него не было короткой стрижки, они у него очень сильно велись. Он прямо вот и велись такими крупными кудрями. Он не ходил с длинными волосами, но он стригся так, и они у него все время вот были кудрявые. Он старался хорошо выглядеть. И были в доме, мужской такой одеколон был. И вы думаете, он был просто в бутылке? Нет, он был в такой красивой бутылочке. Вот таким вот. Вот представьте, бутылочка вот таким вот была. Как назвать вот эту фигуру геометрическую? Конусом, что ли, да? Ну, такая красивая была бутылочка. Вспомните. Вот с таким... С такой пшикалкой нажимаешь на такую вот резиновую пшикалку, да? Ну, вспоминайте, вот кто видел такие бутылочки раньше, может, они и сейчас есть. Но это не просто туалетная вода, да? Или даже дорогой парфюм сейчас. А именно вот такая. У него была такая вот синяя бутылка с таким одеколоном. И еще он вот так брал, пшикался и от него душился, душился. Это я уже говорю, пш-пш, потому что вот это вот именно этим резиновым... Да как, блин, называется, не знаю, короче. Кто представил, может быть, я неправильно вам доношу, друзья, но вот такой вот у него был одеколон дорогой. Он очень приятно пах, да? Они собирались в гости. Мама не любила эти гости, но она тоже всегда одевалась, красиво красилась, и она выглядела хорошо. А я любила ходить в такие гости, если, например, мы шли всей семьей туда. Я очень любила. Я любила, как у тети Еры собирались ее близкие, по-моему, две подруги тоже из их правительства. Я любила эти песни. Я вот помните, недавно Коля спела песню в красной рубашоночке, хорошенький такой, да? Вот эту вот песню они пели. Они пели... А вы знаете, нет, вру, эту песню пели уже на других застольях. Вы знаете, какую они песню пели? Ой. Дай бог памяти мне. А, вот, я же вам сколько раз говорила, «Красная девица вела кудерышки». Это была вот самая первая песня в застольях, когда начинали петь. Начинали петь русские народные песни, и все это было красиво в хрустале. И были эти грибочки обалденные, это печенье, и было всегда безе, потому что мама у тети Иры старалась накрыть стол такой, что не подкопаешься, все было красиво. И отец любил эти праздники. И после бани всегда нас принимали. Там, ну, как мне казалось, да, хорошо принимали. Но мама не любила ходить туда в гости. Может быть, она чувствовала, что к ней относятся не так. Но она как-то вот старалась, она туда не ходить. Она ходила туда только потому, что отец этого хотел. Но бывали дни, когда... Я, друзья, пока отвлекусь намеренно, да, от того, что произошло после вот этой ночи, эти события. Я хочу вам просто обрисовать, как к моей маме относилась вот тетя Ира. Бывали дни, когда вот еще мать жила с отцом, тетя Ира приходила к нам. Это было очень редко, очень редко. И я помню даже один вечер, когда она пришла к маме с бутылочкой. И они так тепло сидели и разговаривали. Я была очень удивлена. Тетя Ира была очень компанийская. И она была очень красивая. Но она, у нее была такая красота. Вот знаете, я ее почему-то все время сравнивала с Людмилой Зыкиной, например. Да, вот она вот была такая же. Вот такая же, вот с гордо поднятой головой. Вспомните, какая Зыкина была. Я почему-то тетя Ира всегда ассоциировала именно вот с этими певицами. Если, например, тетя Ира надевала себя в бус, да, и вот она стояла вся такая остатная. Я ее сравнивала с Валентиной Толкуновой. Вот она была примером. Она была примером настоящей женщины для меня. Я ее вот просто боготворила. И потом уже, по прошествии стольких лет, когда уже даже вот мой Коля с ней познакомился, и я помню у тети Иры глаза. Они были всегда такие, такие добрые вообще. Вот я, я вам говорила, да, что какое-то время я жила маленькая у нее, но я не чувствовала тогда вот к себе, может быть. Ну, спасибо, да, что вот они тогда меня приняли, что она же все, она ко мне хорошо относилась. Хорошо. Меня не любила ее мать, вот эта вот бабушка, царствие небесное, да. Ну, потому что я была ненужным там ребенком. Меня спихнули, я там жила. Их тоже можно понять. Но тетя Ира ко мне относилась хорошо. И Игорь ко мне хорошо относился. Никто никогда меня там не обижал. Но вот сейчас тети Иры нет, я очень... Я очень жалею, что я не сказала ей очень много добрых слов. Она была очень хорошей женщиной. Вот правда. Я все время ее с теплотой вспоминаю. И вот эти вот глаза ее добрые, вот эта красота ее. Вот эта, знаете, она была такой всегда вот такой светской, как вот сейчас можно сказать. Вот такая вот она была красивая, хорошая. И она однажды к нам пришла, к матери. И они сели в комнате, выдвинули стол. Почему-то, да, у нас стол стоял у окна. И тут они решили поставить стол. Они накрыли на стол себе. У них была... Тетя Яра принесла целый пакет, бумажный пакет конфет. Каких ирисок, понимаете. Конфеты, вот эти ириски были какие-то необычные, что ли. Вот они, я как сейчас помню, они сидят, пьют вино, разговаривают и едят эти ириски. Хотя у них закуски было полно. И они друг друга в какой-то момент не поняли. Значит, и одна ест ириски, и другая ест. И одна еще твердая, а другая мягкие. И потом только они поняли. Говорит, да какие ириски-то еще? Говорит, так я мягкие еще. А я, говорит, твердые. У них вот это вот, ворох вот этих оберток. Они как две девчонки. Хотя тетя Ира была, конечно же, постарше. И они как две девчонки сидели, разговаривали. Они делились своими секретами. И я тут рядышком была. То на улицу уйду, да, то... Они меня как-то... Ну, с каким-то периодом времени они меня... Иди, сходи погуляй. Может быть, они покуривали, откуда я знаю, да. Может быть, там о чем-то сокровенном говорили. Сейчас, друзья, я все-таки приведу себя в порядок, потому что мне так тяжело это вспоминать. Ну, все, я немножко успокоилась. И я краем уха слышала, что и тетя Ира много чего рассказывает, да, такого, что, ну, может быть, не с каждым она может поговорить. Потому что мама была из простых. Она была простая. С ней можно было поделиться какими-то секретами, да, и мама об этом не расскажет. Она же не пойдет рассказывать это, например, да, когда она одевалась в костюм, была красивая и шла на работу, потому что она была... Она действительно работала вот в правительстве вот этого Пинежского района. Она была председателем поселкового совета. Вот так она... Женщина имела вес. Огромный леспромхоз, огромный поселок, да, и прилежащая к нему деревня. Всем этим она управляла. Ее уважали, ее ценили. Это было видно, и... Ну, не будем об этом, в общем-то. И она вот пришла вот, да, вот к нам, и они сидят, разговаривают, они пьют вино. Я помню, что тетя Ира так опьянела, и мама так опьянела вообще. Потом они посидели, и вы что думаете? Они закончили эти посиделки, они пошли к тете Нюре. А тетя Нюра была... Я вам тоже про нее рассказывала как-то. Я вам показывала детский сад, в который я ходила. И на месте ее дома сейчас стоит другой дом, уже новый, потому что тетя Нюра умерла. А я не помню, как звали ее мужа. Тетя Нюра и дядя Саша, что ли? Не помню. И она, по-моему, была родственницей дяди Юры, не тети Ирии, да? Вот она была, наверное, по дяде Юре родственница, по тете Ириному мужу, вот по отцовскому брату. Тоже сейчас отдельно расскажу. Раз уж начала, будете слушать все, друзья мои, подряд. Потому что потом я уже захлопну эту страничку, и мы больше к ней не вернемся. И вот они пошли. Мама говорит, Ира, смотри за Гошей, мы уходим. Уходим. А это было вот еще, мы жили, это я вам говорю, когда еще мы жили с отцом. Это вот то время я еще вспоминаю. Потому что я вам хочу сейчас рассказать, что у мамы испортились отношения с тетей Ирой. И вот вы знаете почему. Только что я вам сказала причину, да? Почему она с мамой перестала общаться. И вот они посидели, я помню, вот они пошли к тете Нуре. Мне было сказано, убери со стола, смотри за Гошенькой. Где был отец тогда, я не знаю. Но он, если у нас тетя Ира в гостях была, это все, это для него было такое прям событие. И он, пожалуйста, и вы выпивайте, и разговаривайте, и так хоть всю ночь гуляйте, хоть куда идите. Потому что это с тетей Ирой. Они ушли от тети Нюри. А тетя Нюра, она была такая добрая женщина. Тетя Нюра и вот ее муж. Я к ним ходила периодически. Ходила я зачем? По учебе я узнала, что у них очень большая библиотека энциклопедий. По-моему, я ходила что-то выписывать с этих энциклопедий для школы. Я же тянулась к учебе, да. Еще я ходила. Тетя Нюра приглашала собирать у них смородину. У них были кусты смородины много. У тети Иры была малина. А у тети Нюры была большая, вообще очень большая ягода. Шикарные кусты смородины. И мама меня отправляла к ней. Ну, по приглашению тети Нюры, естественно. А в доме я у них бывала, наверное, всего пару раз. И вы знаете, я заходила как в какую-то сказку. Вот к ним в дом. Настолько было все необычно. Вот они были, по-моему, вообще коренные жители Пинниги. И вроде бы люди уже были в возрасте, да. И казалось бы, что у них должно быть все как-то, ну, по-другому. Как вот они не были бабушка с дедушкой. Они вот какие-то вот были вроде бы уже и старые, но и какие-то вот крепкие. Понимаете? Я даже не могу объяснить. Как-то они старели по-другому. Не как вот какие-то вот старушка с дедушкой. А как-то вот по-другому. Вроде бы вот те были времена. В те времена, мне казалось, женщина в 50 лет уже была старой. Сейчас по-другому люди стареют. А они вот какие-то вот были крепкие. И вот у них дома, вы понимаете, заходите вот к ним в дом, который снаружи казался, в общем-то, ну, не дворцом. Обычный дом. И было красиво. Были медные, начищенные тазики. Самовары. Самовары у всех тогда были. Но у них, как у тютьера, все было вычищено. Все было чисто. Были половики. Мебель была очень красивая. Мебель, вы знаете, красивый комод. Вот мы были у Наташи в гостях. Вы видели такой вот у нее, да, комод стоит. Ну, такой вот шкаф стоял. Сейчас в старых фильмах показывает вот эту мебель. Это такой вот раритет, который сейчас вот его за большие деньги только можно купить. Вот у них была вся такая мебель, очень красивая. Очень красивый буфет, везде были салфетки, а на окнах были глоксинии. Это я сейчас, да, знаю, как они назывались. Мама их называла цветы граммофона, потому что там цветок напоминал граммофон. И настолько это было все красиво, чисто, и это как в сказке. Вы понимаете, как будто ты заходишь в сказку, и вот тебе вкусное печенье. А вот тебе вкусный суп, который пах потрясающе просто потому, что он готовился в чугунке. Вроде все современное такое, да. И плитка есть, газа же не было, газ был редко у кого-то был газ, это был вообще нонсенс. А тут вроде бы и плита электрическая стоит, но вот именно вот в чугунке был суп. И калитки были, и шанги. Пироги нет, шанги были. Именно шанги настоящие, не те, которые сейчас пекут по большей части в интернете, да, пироги называют. А именно шанги, такие, они были испечены в таких формочках, которые уже вот были, вот они старые-старые, они были масляные, такие эти. Это было не передать словами. Это если тебя пригласили попить чай, это было просто блаженство. Походы к тетю Нюре были незабываемые, просто незабываемые. Мама тетю Нюру обожала. Она могла прийти к тетю Нюре и рассказать о своей жизни. И тетя Нюра всегда ее принимала. И всегда ее слушала. У тети Нюры муж как-то вот он был, ну, немножко такой вот, ну, такой грубоватый такой. А сама вот она была вроде бы и строгая, но добрая. И она же была ведь старше, и тетя Ира, и мама, естественно, потому что она была вот родственницей. И то ли она была родной сестрой отца, у отца матери, да, вот моей бабушки, которую я не видела ни разу. Наверное, родной сестрой. Или она, или ее муж. Она всегда маму понимала. Вот понимаете, вот всегда. И ко мне относилась хорошо. Но я говорю, я бывала в доме, мама-то бывала у них почаще. А у тети Нюры, кстати, были дети. Был сын Николай и была дочь. Их, по-моему, обоих сейчас нет в живых. Николай Калинин. Я даже с его дочкой, может быть, где-то сейчас. А вдруг случится чудо, и меня увидит мой канал, его дочь. Дочь у него звали Ирина, и фамилия тоже была Калинина. Я не знаю, где они сейчас живут. И живы ли они, дай бог им долгих лет. Но вот, дядь Кольта нету сейчас живых. А дочь уехала в Москву. Вышла там замуж. И впоследствии я с ней познакомилась. Я просто сейчас сразу расскажу про эту семью, чтобы потом мне уже тоже не вспоминать. Дочь её я увидела впервые, когда я уже, наверное, была... Может быть, я уже даже первый курс отучилась в Каргополе. У неё была прическа, как у Мирея Матье. Да, я, наверное, тогда уже отучилась, что ли, первый курс. Да-да-да, это точно. Хотя, в принципе, неважно, но я уже была взрослой. Она пришла к нам домой, вот там, где вот сейчас мама живёт, в квартиру. Такая была прическа, тёмные волосы. Мама ещё говорит, как ты, говорит, похожа на Мирея Матье. Прямо, говорит, вылитая. Я помню, она так заулыбалась. И она принесла нам чай, представляете, чай-пиквик. Представляете, вот этот чай она нам привезла. И говорит, это такой, говорит, Галя, вкусный чай. И она пришла с конфетами. И конфеты она принесла очень вкусные. Вообще, коробка конфет. И мы просто сидели, разговаривали на кухне. Она настолько была приятная женщина. Это просто было с ней интересно. Она в Москве, она много знала, много видела, что-то рассказывала там. Ну, я в основном старалась не мешать, потому что, как бы, да, я как ребёнок, ну, как всё равно ребёнок, хоть уже и, в общем-то, взрослый, да, люди взрослые хотят поговорить. В общем, она вот бывала у нас. Это я увидела её один раз. Дядю Кулю я видела, когда была свадьба у Игоря. Вот про Игоря, сын тёть Иры. И вот я вот с его дочкой, вот с Ирой Калининой, она была тогда совсем маленькая, наверное, годика два, что ли, ей было. Я вот с ней нянчилась. Я сама-то ещё была невелика. Вы помните, как я была там подсадной невестой у Игоря на свадьбе, я вам рассказывала. И потом уже, когда там уже застолий были, свадьба, конечно же, и второй уже день был, да, они там гуляли. Вот мне надо было посидеть с его дочкой. Её привели к нам. Я сидела и с Гошей, и с ней, и дядь Коля прибегал, тут нас проверял. Вот, и очень жаль, конечно, что его нет живых. Мама говорит, хороший был мужчина. И когда он приезжал, например, к тётю Нюре, да, тут же он приходил к нам, Галя, пойдём к нам в гости, мама там тебя ждёт, там уже всё, и пироги, и всё. Но это вот мне мама рассказывала. Я-то, вы знаете, да, что я всё время была почти с бабушкой, и поэтому я была редким там гостем. В общем-то, вот такие вот ещё подробности я вам рассказала. И вот тогда, вот в тот вечер, как раз мама с тетей Ирой вот ушли к тётю Нюре, они долго тогда были. И мама потом, помню, пришла, и такая пьяненькая, да, что, говорит, я тётю Иру, говорит, домой отвела, говорит, сама пришла. И, в общем-то, и отец слова, конечно же, не сказал. Но вот после этих событий отношения с тетей Ирой мамы испортились, очень сильно испортились, потому что я помню, что она приходила, она разговаривала с матерью, она говорила, что надо не рубить с плеча, я всё понимаю там, у вас, это я была свидетелем этих разговоров, она уговаривала мать, и дядя Юра, помню, приходил, уговаривала, мама сказала своё твёрдое нет. Нет, эта квартира получена мной, он сюда не зайдёт, я буду делать всё, вот всё, вот хоть что, говорит, делайте, сюда он больше не войдёт. Конечно же, маме тут же было сказано, что вот это куплено не тобой, вот это не тобой, это всё купил он. Почему-то так происходит, да, что, ну как это так, ну, вы живёте вместе, у вас общий доход, мама работала всегда, она на его шее не сидела, и он работал, да, он зарабатывал больше на скорой, тем более он был, ездил под... Он хорошо зарабатывал, вообще очень хорошо, деньги всегда были. Но это была семья, это был общий доход. Почему сразу считается, это купил он, это он, это он, он тебе одел, это хрусталь его, этот сервант его, она говорит, забирайте нахер всё, вообще всё, забирайте, мне ничего не надо, всё, ничего не надо, забирайте. Они, конечно же, отношения с ней испортились, я понимаю, почему, потому что он пришёл жить в этот дом, а он там был не нужен, не нужен, вот и всё. Конечно же, отношения сразу испортились, но Игорь нет, Игорь с Мариной, они как с мамой общались, Игорь всегда был мировым парнем, Марина, она тоже, мы потом уже, вот я с первым мужем приезжала, приходила к ней, я увидела её тогда последний раз, как-то вот у них семья, вот вы знаете, что вот дядь Коля, он повесился, и Марина тоже, она тоже ушла сама из жизни, как-то вот не сложилось у них, тёте Иру, прям жалко, что вот Марина не стала, Маринка-то, она вообще такая хорошая была, и, конечно же, я потом, когда с ней увиделась, мы с ней увиделись в аэропорту, не у тёти Иры, мне так было, мне так хотелось с ней поговорить о многом, а я не знала, как себя вести, ведь я же уже как бы была, на враждебной стороне, а она нет, она нормально к этому отнеслась, ну развелись и развелись, чего мы будем вмешиваться, а вот с тёти Ирой-то у матери отношения испортились вообще тогда, и понятно, почему, друзья, я, наверное, с вами уже столько наговорила, снова ролик будет не выгрузить, поэтому будем, я сейчас закончу, я же не спешу вам до конца рассказать историю, да, я рассказываю то, что дальше происходило, и уже дальше я тоже вам буду рассказывать, мама, да, мама тогда работала уже вот в ГПТУ, я всё путаю ПТУ, ГПТУ у нас было почему-то в Пинниге, ГПТУ, в общем, отец ушёл, ушёл, Гоша периодически, он приходил за Гошей, Гоша приходил к нему в гости, но там никогда не жил, иногда он оставался у него ночевать, а у нас вообще события поменялись, вообще всё, как будто бы всё перевернулось, и это я уже буду вам рассказывать в следующем видео.